Продолжение следует... В 1883 году, в 1883, а написана была в 1913 году, 30-летию. Значит, эта работа, в принципе, небольшая, небольшая. Всего тут она занимает 6 страниц в собрании сочинений. Поэтому, значит, ну очень емкая, очень материал такой емкий. Поэтому, значит, ну многие, наверное, о ней уже слышали, знаете, что три источника. Это философия, которая существовала до Маркса. Это политэкономия, которая тоже до Маркса существовала. И, значит, научный социализм тоже до Марксовский. То есть, вот Ленин их называет, эти как бы три составные части. И показывает, как Маркс развил в интересах рабочего движения, в пользу рабочих вот эти три источника марксизма. Поэтому я, она поскольку небольшая, то я позволю себе, значит, не столько как бы, ну пересказывать и, значит, анализировать эту работу. А несколько цитатам постараюсь, потому что Ленин, Ленин очень хорошо, емко говорит, его пересказывать очень сложно, проще его самого послушать. Поэтому постараюсь несколько таких емких цитат все-таки до вас довести. Начинает он эту работу вот, каким высказываем, что учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной и казенной и либеральной науки, которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты. Эти слова взял в кавычки. То есть, учение Маркса для буржуазии это, конечно, вредно, очень вредно. Вся казенная и либеральная наука защищает наемное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому рабству. Ожидая беспристрастной науки в обществе наемного рабства, такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала. То есть, это исторически буржуазия, конечно, прибыль себе старается и имеет возможность максимально сколотить на том, чтобы сэкономить на заработной плате рабочим. Именно там можно получить наибольшую прибыль. Об этом Ленин напоминает. Далее он говорит, что вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые, передавая мысли человечества, уже поставило. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. То есть, он как бы показывает роль, что же сделал все-таки Маркс. И поэтому, если вот старшее поколение, ну вы-то, наверное, уже не знаете, что довольно часто у нас в стране можно было в различных изданиях, даже на улицах увидеть такой лозунг. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Вот эта фраза как раз отсюда, это вот как раз из этой работы. И к этим словам Ленин добавляет, оно полное и стройное, давая людям цельное мировоззрение, непримиримое никаким суеверием, никакой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета. Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в 19 веке в лице немецкой философии, английской политической экономии и французского социализма. Вот начало этой работы, преддверие к этим трем составным частям. И далее он анализирует здесь вот эти три составные части. Вот по поводу философии, первая составная часть. Он начинает с того, что заявляет, философия марксизма есть материализм. Это однозначно. То есть никаких вопросов, что первично, сознание или материя, быть не может. Материализм это основная, это философия марксизма. Далее он говорит, что Маркс и Энгельс самым решительным образом отстаивали философский материализм и неоднократно разъясняли глубокую ошибочность всяких уклонений от этой основы. Маркс не остановился на материализме 18 века, а двинул философию вперед. Он обогатил ее приобретениями немецкой классической философии, особенно системы Гегеля, которая в свою очередь привела к материализму Фейербаха. Главное из этих приобретений – диалектика. То есть главное из философских учений – это диалектика. То есть учение о развитии, о его наиболее полном, глубоком и свободном односторонности в виде учения об относительности человеческого знания, дающего нам отражение вечно развивающейся материи. Вот как он понимал диалектику. Здесь он указывает. Далее. Углубляя и развивая философский материализм, Маркс довел его до конца. Распространил его познание природы на познание человеческого общества. Если раньше философы материализм в основном на природу распространяли, то он его на познание человеческого общества распространил. И величайшим завоеванием научной мысли явился исторический материализм Маркса. То есть им создан был именно исторический материализм. Вот что бы я хотел сказать по первой части и по первому источнику марксизма. Вторая часть, что по второй части Владимир Ильич Леев говорит. Признав, что экономический строй является основой, на которой возвышается политическая настройка, Маркс всего более внимания уделил изучению этого экономического строя. Главный труд Маркса капитал посвящен изучению экономического строя современного, то есть капиталистического общества. То есть капитал был посвящен изучению капиталистического общества. Такой вывод делает Владимир Ильич. Далее он говорит, что Адам Смит и Давид Рикордо, это те предшественники политической экономии Марксовой, исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжил их дело. Он строго обосновал и последовательно развил эту теорию. Он показал, что стоимость всякого товара определяется количеством общественно необходимого рабочего времени, идущего на производство товара. То есть стоимость зависит от вложенного труда на производство товара. И далее, там где буржуазные экономисты видели отношения вещей, там Маркс вскрыл отношения между людьми. Обмен товаров выражает связь между отдельными производителями при посредстве рынка. Деньги означают, что эта связь становится все теснее, неразрывно соединяя всю хозяйственную жизнь отдельных производителей в одно целое. Капитал означает дальнейшее развитие этой связи. Товаром становится рабочая сила человека. То есть при криптовизме товаром становится и рабочая сила. Наемный рабочий продает свою рабочую силу владельцу земли, фабрик, орудий труда. Одну часть рабочего дня рабочий употребляет на то, чтобы покрыть расходы на содержание свое и своей семьи. То есть работает на заработную плату. А другую часть дня рабочий трудится даром, создавая прибавочную стоимость для капиталиста. Его источник прибыли – источник богатства всего класса капиталистов. И Ленин делает вывод, что учение о прибавочной стоимости есть краеугольный камень экономической теории Маркса. То есть именно вот этой части марксизма. Побивая мелкое производство, капитал ведет к увеличению производительности труда и к созданию монопольного положения союзов крупнейших капиталистов. Самое производство становится все более общественным. Сотни тысяч и миллионы рабочих связываются в планомерный хозяйственный организм, а продукт общего труда присваивается горстью капиталистов. Растет анархия производства, кризисы, бешеная погоня за рынком, необеспеченность существования для массы населения. Увеличивая зависимость рабочих от капитала, капиталистический строй создает великую мощь объединенного труда. Вот, пожалуй, что по второй части марксизма высказал в этой работе Ленин. Ну и третья часть о научном понимании социализма. Здесь Ленин начинает следующими понятиями. Когда было свергнуто крепостничество и на свет Божий явилось «свободное», в кавычках он ставит, капиталистическое общество, сразу обнаружилось, что эта свобода означает новую систему угнетения и эксплуатации трудящихся. Различные социалистические учения немедленно стали возникать как отражение этого гнета и протест против него. Но первоначальный социализм был утопическим социализмом, то есть нереальным. Он критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал о уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплуатации. Но утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества. Это, как вы знаете, сделал именно Маркс. И Ленин говорит об этом, что гениальность Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод, которому учит всемирная история. Этот вывод есть учение о классовой борьбе. И я считаю, что далее Ленин говорит вот эту самую главную, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд, самую главную фразу в этой работе, вот которую я вам написал, что люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Сторонники реформы, продолжая его слова, сторонники реформы и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками старого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно не казалось, держится силами тех или иных господствующих классов. А чтобы сломить сопротивление этих классов, есть только одно средство, найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, которые могут и по своему общественному положению должны составить силу, способную смести старое и создать новое. Вот, я думаю, что можно еще добавить к этому вот, что только философский материализм Маркса указал пролетариату выход из духовного рабства, в котором прозябали до ныне все угнетенные классы. Вот, все, что я хотел вам доложить. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok